Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шхадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Правозащитники в Таджикистане призывают власти предотвратить пытки в отношении задержанных. Сотрудники правоохранительных органов повсеместно прибегают к различным видам жестокого обращения. Серьезной проблемой остается насилие над женщинами. Тему продолжит Мехрангес Турсунзаде. В 2015 году, согласно отчетам Таджикской коалиции НПО против пыток, было задокументировано 45 случаев жестокого обращения. За первую половину года было зарегистрировано 57 обращений, в то время как за весь 2015 год было зарегистрировано всего 45 обращений. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это телефон горячей линии по правовой помощи? Да, да. Куда можно обратиться, чтобы рассказать о жестоком обращении со стороны правоохранительных органов? Если предполагаемые жертвы находятся далеко и там в трудном материальном положении, мы сами можем не ехать. Если же это в Душанбе, то к нам сказать, как жить можно было бы на 5 лет. На Мирогорячей линии коалиция против пыток в Таджикистане работает 24 часа в сутки. Отчаявшиеся люди, кому применялись пытки со стороны правоохранительных органов, в любое время суток могут обращаться в эти центры и получить правовую, психологическую, либо социальную помощь. Одна из жертв жестокого обращения со стороны правоохранительных органов – 25-летняя Маляка, которой сейчас предоставлена помощь со стороны адвокатов Независимого центра по защите прав человека. Маляка в июне текущего года из-за бытовых проблем оказалась в одном из участков милиции города Душанбе. Под угрозой шантажа и физической расправы девушка была изнасилована милиционером. Он не побоялся применить насилие, находясь на службе. Он спросил меня, хочу ли я поскорее выйти отсюда. Я ответила, а что вы хотите? Если ты не согласишься на мои условия, тебе будет хуже. Сказал, сегодня ты будешь моей. Если ты согласишься, я отпущу тебя. Если нет, то пойдешь по статье занятия проституцией. Он стал угрожать мне расправой. Он сказал, снимай брюки. Я очень испугалась, что он будет бить меня. И я согласилась. В связи с тем, что милиционер предусмотрел меры безопасности, медицинская экспертиза не смогла выявить факты применения насильственных действий. Маляка не может привлечь внимание правосудия на свою сторону. Она уже дважды пыталась совершить суицид. Правозащитники добиваются, чтобы правоохранительные органы возбудили уголовное дело по жестокому обращению – пыткам. Говорит Шойра Даллатова, директор общественной организации «Независимый центр по защите прав человека». Субъектом пыток могут быть только должностные лица. Независимо, что это правоохранительные органы или государственные органы. То есть, должностные лица – это один из элементов пыток. Это было совершено с целью получать признательные показания. В этой связи мы написали заявление о пытках и жестоких обращениях к Генеральному прокуратуре с тем, чтобы это заявление было рассмотрено. На сегодняшний день заявление принято, оно рассматривается. Пока что уголовное дело не заведено. Адвокат, потерпевший Абдурахман Шарипов, уже обратился в органы прокуратуры – Генеральной прокуратуры. Однако, в связи с бездействием милиции и органов прокуратуры, адвокат вынужден был обратиться к Амбудсмену. В связи с недоверием территориальной прокуратуре адвокат попросил, чтобы Генеральная прокуратура расследовала данное дело. Однако ответов ни из одной из санкций пока не поступило. Следователь немножко грубо вначале обращался с подзащитной, но когда начали требовать адекватности поведения следователя, чтобы не было никакой стигмы в отношении гражданки, так как ее обвиняли, что она якобы является секс-работницей. Эти факты, мы сказали, вы следователь, обязаны проверить. Мы настаиваем на этом, потому что наша подзащитная не является представительницей этой категории. И поэтому это в отношении ее дополнительное унижение и оскорбление. И клевета в отношении ее со стороны должностных лиц милиции. Хуже обстоят дела в местах лишения свободы. По имеющейся информации в тюрьмах в основном применяют электрический ток и другие виды побоев. Пытки применяются и в закрытых учреждениях СИЗО, в изоляторах временного содержания, в кабинете у следователя. По словам Абдрахмана Шарипова, случаи с пытками увеличились, однако уменьшились обращения граждан, поскольку они не надеются на справедливый исход дела. Я бы не сказал, что пытки уменьшились, просто стали более латентны. То есть никто не обращается, не жалуется, они приобретают более скрытую форму. И найти информацию, что применяются пытки, очень сложно сейчас. Обращающийся поток уменьшился, потому что результат рассмотрения дела пыток очень плачевный. Во многих случаях очень трудно доказать следы применения пыток. Поэтому люди как бы немножко остыли к обжалованиям. И в большинстве случаев они идут на соглашение с органами для того, чтобы решить судьбу своих подзащитников. Между тем, министр внутренних дел Рамазона Гимзода заявил, что за текущий год не было зарегистрировано ни одного случая применения пыток в структурах министерства. Однако, по его словам, были зафиксированы факты превышения должностных полномочий, в связи с чем несколько людей получили выговор и некоторые были уволены. Пыток нет, но есть факты нарушения грубости в отношении граждан. Мы по отношению их принимали конкретные мэрии, освободили от занимаемой должности, уволили из органов внутренних дел, наказали порядки, предусмотренные нашими уставами. До тех пор, пока сотрудники силовых и правоохранительных структур сами не будут ценить человеческую жизнь, применение сил будет продолжаться. Поэтому правозащитная организация рекомендует обращаться по номерам горячих линий. Лица, которые стали жертвами пыток и их родственники, должны знать, куда обратиться и быть уверены, что за такие заявления они не будут преследоваться. В Сакзийской области номер 98-787-33-33, в Хатлонской области 93-787-66-66 и в Душанбе и в районах республиканского подчинения 98-708-76-76. Общественные организации только за 6 лет смогли привлечь к уголовной ответственности 25 человек. По 6 делам судообезал государственного органа выплатит денежной компенсацией. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин